Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком И всем доброе утро или добрый день Начинается программа С журналом Люблю, главный редактор журнала Инавин в нашей студии Доброе утро, привет Олег Ну и еще у нас гость Естественно, как вот сейчас Всегда у нас по удаленке Да, как сейчас модно Как принято, как мы все стали жить по-новому Больше троих в студии Не собираемся Нет, мы не собираемся ни в коем случае У нас все по правилам Итак, у нас гость Лена Кашина Ресторатора, совладельца ресторана Аквалуна Лена, вы нас слышите? Да, добрый день О, добрый день Приятно вас слышать Скажите, интервью на удаленке у вас первый раз в жизни? Признайтесь В принципе, нет У меня уже один раз было, но много лет назад Я как раз опаздывала, не успевала И оно было по телефону Ага, понятно, понятно Ну что ж, ну, новые правила Да, новая жизнь Новая жизнь Обожаю журнал «Люблю» еще за то, что здесь большое количество всяких кулинарных рецептов И, кстати, я смотрю, здесь пасхальная кухня Поскольку Пасху католическую мы встречаем Вот поэтому я понимаю, что присутствие ресторатора Не случайно Да, не случайно Впереди длинные выходные, праздничные дни Эти выходные Одна часть латвийцев празднует праздник Пасхи Следующие выходные Православные празднуют праздник Пасхи Одним словом, несмотря на карантин и всякие ужасы, которые до нас доносятся Есть место празднику в жизни Потому что праздник очень хороший, на мой взгляд Праздник веры, надежды, всепобеждающей любви Так что почему бы нам, собственно, не отпраздновать в кругу семьи Все равно сидим все по домам Много едим Иногда выходим, но, тем не менее, еда все-таки, она как-то объединяет Лен, вот как вам кажется Еда в жизни человека Вы, ну, я так понимаю, всю профессиональную вашу жизнь Имеете дело с едой, с кухней Это вот с таким удовольствием, с праздником, с такой радостью Еда, объединяющий момент, как вот вам видится? Ну, конечно Ну, то есть любой праздник всегда ассоциируется с едой Да, обязательно, кстати То есть раньше всегда собирались дома у бабушки Да, там больше по домам То есть, опять-таки, во многих странах полный стол Признак гостеприимства, хорошей жизни и всего остального Да, то есть сейчас эти традиции продолжаются В последнее время очень часто люди, конечно, встречались и праздновали в ресторанах Потому что тяжелый труд приготовить и накормить большое количество гостей Конечно, да Вот, да Пожалели хозяйку Сейчас вернулись к тому, как было раньше, да То есть раньше ресторан это была экзотика Туда еще нужно было попасть 30-40 лет назад в нашей стране Швейцар стоял на входе, еще не пускал там Да, то сейчас как раз можно вернуться к этим традициям И отпраздновать этот праздник дома в кругу семьи К сожалению, сокращенной всей семьи тоже не получается собраться Ну да Скажите, Лена, а вы в эти сложные дни как работаете? Что происходит в ресторане сейчас? Ну, конкретно у нас Вот сегодня мы подготовили террасу к открытию Поскольку солнечный день на свежем воздухе Соблюдая все меры 2 метра от столов Дезинфекции, инструированный персонал То есть дезинфекция после каждого посетителя То мы готовы принять гостей Как здорово Слушай, какие вы молодцы Как приятно вообще услышать А, многие вот говорят о том, что доставка сейчас становится Ну, таким, может быть, тоже подспорьем для ресторанного бизнеса У нас тоже есть доставка У нас как раз есть предложение по бранчу Домой можно заказать На 4 персоны Стоит 50 евро и там и горячие, и закуски, и десерты Да, то есть если кто-то хочет именно праздник-праздник и не готовить Какое подпорье? Может быть, кто-то уже устал Особенно мамам, которые сидят дома в карантине с детьми И если еще им нужно удаленно работать А плюс работать учителем И три раза в день всех кормить Тяжелая работа Очень согласна с вами Это будет возможность на Пасху отдохнуть Ну и, в принципе, там на выходные или какие-то другие дни Заказать что-то домой из ресторана Прекрасная идея, кстати Действительно, мамы замотанные Сейчас свалившиеся на них тройной нагрузкой Вот как раз неделю назад мы говорили о том Как все мамы вдруг в одночасье должны стать руководителями офиса Оргтехнику домой каким-то образом достать Наладить процесс Стать педагогом Стать ментором, наставником своим детям При этом еще успевать, как вы правильно, Лена, говорите Три раза в день готовить еще и разную еду Не будут же они гречку есть в самом деле Да еще и посуду мыть за всеми Да, действительно, потому что дети будут говорить Мама, мама, мы же учимся Мы же тут вот страшно все заняты У нас удаленка, у нас видеоконференция Мы тут ничего не понимаем Ну, понятно все Так что ваше предложение, конечно, это прекрасный выход Для работающих мам Для тех, кто все-таки, несмотря ни на что Хочет устроить праздник И это правильно И раскрасить яйца с детьми Это отдельный вид отдыха А накрыть на стол все-таки Это, будем откровенно говорить, это работа Но, несмотря все-таки на то, что мы, с одной стороны, агитируем всех Как бы расслабиться на праздник Наверняка ведь эти дни карантина Стали для многих тоже таким кулинарным испытанием Потому что люди впервые, наверное, столкнулись с тем Что им приходится, ну вот, постоянно что-то готовить Кстати, да Я думаю, что многие, ну, привыкли уже питаться в городе где-то там А когда целый день проходит дома Ну, волей или неволей все-таки приходится готовить Вот, Елена, может быть, у вас есть какие-то Несколько интересных, ну, может быть, не знаю Простеньких вот советов, рецептов, чтобы Лайфхаков, как сейчас говорят Как вот быть женщине, которая заперта дома на удаленке, на работе Причем с детьми Ну и с готовкой, естественно Будем реалистами готовить женщины дома Ну, такого лайфхака, к сожалению, у меня нет Но все то, что просто и обыкновенно Возвращаюсь к простым блюдам Те же котлетки А что вы готовите на завтрак, например, в вашей семье? Завтраки какие? У меня, поскольку двое детей Завтраки Вот сегодня на завтрак у нас был творог Да, то есть, хотя его дети раньше и не ели Да И не очень так к этому относились, благосклонно Но сейчас, как бы, поскольку витамины и полезны А в выходные вот мы пекли блины Это был праздничный, потому что занимает очень много времени Для того, чтобы на семью из четверых человек испечь блинов, чтобы хватило всем Да, это надо постанять у плиты, конечно А блины большие или маленькие блинчики? Большие Эх, вкусно-то как А с начинкой, а с какой вы обычной начинкой блины делаете? Ну, мы обычно делаем с медом или с вареньем Отлично Прямо как-то так мечтательно захотелось У меня вот на завтрак овсяная кашка была И у семьи у моей будет овсяная кашка Я первая из дома убежала Каши тоже есть, но как бы каждый день каши не будешь Да, то есть, есть вариант каша Есть вариант творог Есть, понятно, что любые вариации Из яиц, омлеты, яичницы Блазиди, кто на что гораст Очень все-таки, конечно, зависит от того, что если есть в семье дети, что едят дети Да, конечно Старшая дочь у меня ест все, а вот с сыном тяжелее Но сейчас в условиях карантина привыкают и начинают уже тоже есть А, то смотрите, то есть в карантине тоже есть польза какая-то, да? То есть можно сказать Так, детки Да, кстати, он не ел до этого творог Сырники, да Творог нет Вот, вот теперь распробовала, понравилась Что не может не радовать Прекрасно, я считаю, прекрасно А нужно ли для детей как-то оформлять? Мы периодически видим интересный материал о том, что мамочки делают там даже из самых обычных блюд Там каши или там сэндвичи, какие-то произведения, ну, искусство там выкладывают, не знаю, там ягодками черники какие-то Зайчиков там, да, делают каких-то там А вот вы делаете дома так? Ну, я думаю, что если просто на блинчик выложить из ягодок смайлик, это легко и просто и может каждая мама С другой стороны, наверное, это больше делается для тех детей, которые не хотят есть определенные продукты какие-то Ты их замаскировал в виде человечка или чего-то интересного на тарелке А так это занимает очень много времени И если ты будешь там вырисовывать различные фигуры на завтрак в течение нескольких часов, то что еще делать с обедом и с ужином? Понятно А вот скажите, Лена, у вас в ресторане в мирное время, скажем, докарантинное, был чудесный детский уголок И можно было прийти с семьей на вашу замечательную террасу, вот и праздники впереди И раньше были очень популярны всей семьей, опять-таки, с детьми, с бабушками приходили большими компаниями Ну, это же прекрасное такое воскресное утро, хорошо посидеть А что сейчас? Вот принимаете ли вы семьи? Если, ну, вот придет компания, все-таки семья, как правило, ну, если там брать маму, папу, бабушку, дедушку, ну, под 10 человек что-то такое получается Как вот сейчас? Ну, согласно всем нормативам, конечно, детского уголка у нас нет И все столы у нас расставлены на расстоянии двух метров и только по два человека А, все-таки, да? То есть это те условия, которые мы должны соблюдать, при которых мы имеем возможность продолжать работу Поэтому даже ради семьи мы, к сожалению, не можем нарушить Ну, то есть вот на расстоянии двух метров они могут переговариваться, махивать друг к другу, да? Или все-таки заказать Две персоны, поэтому намного удобнее заказать что-то домой, да? Где вот вся семья вместе может съесть Потому что, к сожалению, для общественных мест есть определенные правила, которые мы обязаны соблюдать Это же в интересах и наших работников, и наших гостей, и всех нас, чтобы наконец это все закончилось И мы смогли вернуться к нашей обыкновенной жизни О, да, скорее бы мы вернулись к нашей обыкновенной жизни Но заказать бранч, вот этот праздничный обед, все, можно с собой и на праздники Вы тоже будете выполнять заказы, да? Да, конечно А там уже как бы такой набор именно из расчета на стандартную семью из четырех человек А какой набор, вот, кстати, мне тоже интересно У нас есть на нашей страничке Фейсбука описание Сейчас даже ее открою, я здесь не помню Ну там, видимо, что-то же все-таки тематическое, ну я так предполагаю Ну у нас не совсем, потому что каждый на Пасху делает разное, это во-первых Во-вторых, там яйца и куличи, скорее всего, что будут печь и делать с детьми Поэтому предлагать... Ну это логично, да, да, логично Да, как бы это неинтересно Опять-таки, может быть, все устали от чего-то такого Что делаете на быструю руку? Котлетки, пельмени, макарончики, да? Гречка, Лена, гречку помним, гречка! Гречка, гречка, когда все так зациклились на этой гречке, да? То есть существует много других каш, начиная от кускуса, да? И та же перловка не менее полезна, чем гречка Но как-то вот что-то гречка... Что-то мистическое с этой гречкой, да Может быть, из детства воспоминания Потому что в детстве гречку с молоком постоянно меня кормили Да, и мои дети знают это блюдо Гречка с молоком, конечно Классика садиковская Для меня было, почему так, да? Наверное, польза и молоко, и гречка все вместе Ну, не иначе Хотя мы тут вот в журнале «Люблю» у нас в прошлом номере Мы сделали спецвыпуск Я сидела, подбирала рецепты И вы знаете, для меня было открытие Блюд из гречек, но из гречки точно не менее десяти Причем от супов до десертов Вы представляете, и салаты теплые с гречкой делаются И голубцы с гречкой, и вареники с гречкой Мама дорогая, чего только с гречкой нет? Даже десерты, Лена, я была просто в шоке Я не представляла, что можно все вот это чудесным образом Как-то гречку туда пристроить Ну, в общем, открытие такое тоже было Карантин, время открытий Что можно сделать и приготовить блюдо Из одного продукта Точно, однозначно Ну, вот и те же самые украшения куличи Яйца и Пасхи, которые мы с вами уже упомянули На самом деле, это классное такое семейное времяпровождение Потому что, когда в спешке Мама, прибегающая из офиса, с работы, ну, там, из командировки Ну, где, как, там, мамы работающие, папы тем более Вот, а сейчас все сидят дома И вот уж где, так сказать, разгул фантазии А вот чем действительно можно украсить Ту Пасху, пасхальный кулич? Что-то, может быть, нам Елена тоже посоветует А, кстати, Лена, а вы сами делаете? Да, все, что душе угодно Кто что любит, кто глазурь делает Кто ягодами, кто фруктами Просто есть, кто Пасху делает именно как запекает Как кулич Есть, кто делает Пасху творожную Да, это как творожный торт такой Да, делал такой творож То есть там множество яиц, масла и всего остального И способ приготовления, перетирания через сито Для того, чтобы она была нежная и вкусная За такой достаточно долгий процесс То есть вот бабушки уже с нами нет У нас эстафету перенела мама Теперь она делает там Пасху Да, но в основном как бы То есть украшения минимальные именно на нее То есть немного изюма Там каких-то вот именно цукатов таких Тут уже как фантазия работает И кому какие предпочтения Сейчас же тоже много очень аллергичных Поэтому то есть тут тоже нужно смотреть Что можно Ну вот у нас в журнале, в этом номере Который сегодня вышел в киоск Как раз таки есть рецепт вот этой творожной Пасхи Старинной такой Вот видишь, Олег, на 54-й странице Пошаговый Ну я смотрю и понимаю, Лен, конечно Что это такой женский подвиг Во имя счастья семейства Потому что многочасовой процесс Описывается Хотя называется Пасха быстрая Ты понимаешь, ну наверное медленно это часов Заморуха Да, потому что Время приготовления 2-3 часа Ставим в холодильник на 6-12 часов Ну быстро это, ну так скажем Я даже не представляю, сколько часов Пасха медленно занимает в таком случае Зато очень вкусно потом Да, ну даже вот по картинке видно, что вкусно И я тоже имею удовольствие Приезжать вот на православную Пасху К моим родственникам Из свекровь у меня Всегда готовят эту Пасху Это что-то вообще фантастическое Безусловно мы не думаем О калорийности этого блюда Потому что это лишние мысли В тот момент, когда воплощаешься Ну так иногда не надо Можно просто снести маленький кусочек Лен, маленький невозможно съесть Когда на столе стоит Это такое шикарное, фантастическое Творожное блюдо такое Ну не знаю, это просто бомба Ну это очень вкусно Правда, надо уметь делать Но это фантастика Как вкусно У меня вот вопрос все-таки Интересно, это просто терминология Или какая-то разница есть Вот то, что, например, называют Куличом и капкейком Вот между ними есть разница Или это просто разные названия Одного и того же предмета Блюда Ну в принципе кулич Он имеется в виду Как пасхальный больше И все-таки другое тесто Там совсем для приготовления Капкейк Это то же самое Что маффин Как кексик Все-таки это разное тесто И разные Это, я так понимаю Уже апгрейд 21 века Кулич, так сказать Уже немножечко переместили Просто в современной реалии И мне кажется Это классная штука Для малышей Ну вот если есть в семье Ну совсем маленькие детки Малыши То тогда им может Вот такие персональные куличики Как капкейки В бумажках цветных Там с какими-то этими Зайцами, морковками Вот со всеми этими чудесами Сделать вот так вот Ну если мама там Скажем На карантине Как-то там Не только чтобы на удаленке работает Например, есть больше свободного Времени Или это Мама с малышами Ну в декретном отпуске находящиеся Тогда вот можно Позволить себе Вот еще какие-то такие вот Вещи на кухне Индивидуальные Уж совсем Трогательные такие Красивенькие Маленькие Да, такие Очень красивые Ну на Пасху будет 4 дня выходных Так что в принципе Не работать Да, да, да Можно себе позволить Выделить один вечер На раскрашивание яиц У нас вот кстати Идея в журнале Она мне очень понравилась Я думаю Надо мне наверное тоже Этим заняться Это сделать яйца В виде смайликов А как это? Желтые с улыбочками Ну а какие еще есть варианты? Я думаю Что нам надо будет Обсудить после перерыва Нет У нас перерыва не будет Мы можем спокойно Продолжать разговор Смотрите Значит Берется ярко-ярко-желтый Краситель Или куркума Есть такая приправа И белые яйца Красятся в ярко-желтый цвет И потом на них Фломастерами Рисуются рожицы Глазки Улыбочки Бровки поднятые Сердечки И получаются смайлики Ну вот этот вот Ярко-желтый смайлик Который все мы знаем И видим в телефоне И можно даже повторить Вот эти все Телефонные эмодзи Только на яйцах Слушайте Получается так здорово Они такие Ну симпатичные Веселые Кто-то там с этими Вы знаете Вот как Телефонные эти смайлики Такой смех Что аж до слез И слезки вот такие в глазах Ну потрясающие совершенно Такие классные И вот мне кажется Если сделать такую семейку Да Вот выложить На столе В тарелке Вот все эти смайлики Мне кажется Будет очень здорово Весело И современно И точно дети поддержат Потому что у них Всех в смартфонах Есть вот эти смайлики Можно открыть Повторить все эти личики Получается по-моему Очень здорово Мне очень понравилась Эта идея Такая классная Веселая И современная Потому что конечно бабушки Продолжают Наши дорогие Любимые Делать традиционную Раскраску Вот этим вот Луком Да С такими узорами То есть это Эко-варианты И вот Те дамы Скажем Которые Являются Поклонницами Всего Экологического Это сложно Кстати Это очень сложно Потому что нужно Завернуть яйцо В луковую шелуху Затем замотать Марлечкой Затем завязать Ниточкой Затем опустить В кипящую воду А еще смотри Привязать цветочек Чтобы он отпечатался И там Нужен зеленый листочек Вот Или зеленый листочек Лена подсказывает Вот Лена знает Знаете Как это делать Я честно говоря Такой подвиг Ни разу не совершала Еще в своей жизни Не знаю Как Вот Ну Полагаю Что как-то Не очень просто Вот тут вот Травка даже Есть отпечатанная Стало быть Это тоже Какие-то вот Листики Или травку Или вот ниточки Можно как-то так Перевязать Чтобы Было такое ощущение Что как будто бы На яйце Травка отпечаталась С листочками Очень красиво Очень Ну мне кажется Это так же Как вот со всеми Такими старинными Традиционными Блюдами Заниматься Заниматься любительски То есть Есть какие-то Сферы Жизнедеятельности С другой стороны Готовят Вроде кажется Готовят все Вот И кажется Ну хоть бутерброд Или ешь Правильно Вот на этом поприще Вот какая Где эта тонкая грань Между любителем И профессионалом Потому что Есть вот Ну не знаю Пилоты там Самолетов Вот здесь Нельзя сказать Что кто-то Ну вот Совсем любитель Ну для того Чтобы Да Или хирург Да Может быть Я сам себе Аппендицит вырежу Думает человек Ну невозможно А Вот Сделаю-ка я себе Котлетку Такую Как я вчера Пробовал Там где-то Например Человеку может Прийти в голову Такая идея Лена А что вы об этом думаете Где грань Ну конечно Разница между Профессиональным поваром И то что ты готовишь Дома Очень большая Да И тот повар Особенно шеф-повар Который на кухне То есть он должен Организовать Вообще весь процесс Работы Да То есть одно Когда ты готовишь Для двух-трех людей И одно какое-то блюдо Другое Когда у тебя целое меню И заказывается разное Какие заготовки Где что должны Кто что должен делать За что отвечать И важен вопрос Не то что приготовить Как мне вкусненько А во многих блюдах А то как оно должно быть правильно Поэтому конечно Каждый может попробовать Приготовить ресторанное блюдо Дома И оно будет очень похоже И близко к оригиналу Но даже не всегда дома У тебя есть То оборудование Которое нужно Для его приготовления Понятно что Готовить мы можем Все Мы все умеем Это такая Творческая Так же как и рисовать То есть в принципе Рисовать из нас Может каждый Мы можем сейчас Множество Есть студии Где пойти Нарисовать И моя любимая Идеалист студия Которая к сожалению Сейчас закрыта Но можно Онлайн уроки Тоже у них брать И я там и рисовала Есть даже картины Которую к нам повесили Но художникам Я бы себя все-таки Профессионально Не могла бы причислить То есть Ну вот приблизительно Наверное так Елена А вот вы сказали Про онлайн уроки А если вот говорить Про вас Не дает Все ли вы Например Онлайн уроки Готовки Или хотя бы Где-то в блогах Делиться Мы пока еще не даем Но конечно Такая идея сейчас есть Потому что все Переходят В сферу онлайна Максимально Чтобы как-то поддержать И себя И всех И перенести Радость в жизни Что можно Проготовить То есть Мы как раз Сегодня будем Снимать небольшой ролик То есть Чем у нас Когда были стритфуды Чем популярны Аквалуны Это нашими Замечательными Морскими продуктами В соусе маринара То есть Мы будем их готовить И будем их И так же продавать То есть Можно будет заказать Себе домой То есть У тебя приезжает Порция на двух человек А есть ты ее Можешь с тем Что ты любишь Даже с той же Замечательной гречкой С пастой Здорово С пюре Да Можно просто С багетом Да То есть В принципе У нас есть и предложение Разрабатывать Еще один сайт Где сейчас Все повара Как раз таки Будут По одному Двум рецептам От себя давать И тоже Как Обучение онлайн То есть Что можно приготовить Максимально вкусно Интересно Конечно Будем стараться Подбирать что-то такое Во-первых Чтобы и продукты Были подходящие Не слишком Дорогие Во-вторых Чтобы это было Ну все-таки Легко приготовить И любой Даже кто решил Только с сегодняшнего дня Попробовать себя В кулинарном искусстве Мог это приготовить Здорово А вот скажите Доктора и адвокаты Они часто сталкиваются Ну вот С тем что Когда они приходят в гости Обязательно с ними Заводят разговор И все хотят получить Бесплатно у них консульта А вот Вы знаете У меня что-то сбоку Вот что бы вы Леночка А что вы думаете Вот у меня там Вот есть проблема Одна там вот С партнерами в бизнесе А вот вы как юрист Вот вы не могли бы Вот это не консультация Я просто спросить Вот постоянно же Такие штуки Или точно так же Вот как Высоцкий Жаловался Что он не мог прийти в гости Обязательно Ну там его Ну просят естественно спеть Вот вас не просят Что-нибудь Ой там Не могли бы вы На пикнике Леночка А как нам тут вот Поджарить Вот тут вот на гриле Вот это Чтобы было лучше всего Есть такое? Ну конечно это есть Многие очень часто спрашивают Вот мы хотим В ресторан Какой там лучший Куда стоит идти То есть Как бы причем Я стараюсь Обычно это не комментировать Потому что Все-таки нужно понимать Что человек хочет Куда он хочет Что он любит И самая такая Вишенка на торте Когда вот День рождения Есть торт И все Всегда почему-то Просят меня разрезать С мотивацией Но ты же работаешь В ресторане Как будто я Каждый день Что делаю Разрезаю торты Потрясающе Вообще Поэтому Да Конечно Стереотипы Есть И все Да Что все Все время С утра готовят Или то же самое Что у шеф-поваров Что если он шеф-повар Значит он дома Все время Что-то там Ваяет Но по большому счету Повара устают От этого Конечно Они дома готовят Но минимально Это так же Как если ты юморист Что ты дома Все время Там всех смешишь И рассказываешь Какие-то веселые истории Естественно Ну кстати Насчет шеф-повара Я помню Когда Ну давным-давно Уже много лет назад Первый раз Прочла интервью Ну с одним из шефов И тоже Я была просто потрясена Когда я выяснила Что у него дома Готовят жена Я думаю Обалдеть Ну как это Господи Уже у женщины Такое счастье Она вышла Замуж за повара Ну и теперь все У нее жизнь удалась Она вообще К плите не подходит Да куда там На самом-то деле Только она и готовит Потому что У него работа 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 Он хочет прийти домой Лечь на диван Ну и Какая там кухня уже Он что-то Работу Отдохнуть от кухни Да Отдохнуть от кухни Но ведь С другой стороны Вот Елена Ведь ресторан Это не только еда Это наверняка Ведь и атмосфера И что-то Ну неуловимое Вот вы сказали Что куда Посоветовать Кому-то куда-то пойти То есть это Тоже Зависит от От какого-то Я понимаю Настроя человека Вот Как сделать так Чтобы Привлечь людей Не только Вкусной едой Но еще чем-то Такой интересный Да вопрос Ну как Привлечь То есть мы делаем Все Например в ресторане Аквалона То что мы любим То есть мы Любим кормить людей Мы любим Дарить людям Радость и наслаждение То есть посещение Ресторана Это ведь не только еда Это приятное Времопровождение То есть возможность Пообщаться Со своими близкими Друзьями Коллегами Неважно с кем Вы туда пришли Насладиться видом Насладиться едой Беседой Думая о том Кто будет мыть Грязные тарелки То есть совокупность Этого всего Рождает Вот эту вот Атмосферу То есть люди Которые там работают Если вас встречает Человек Которому это нравится От него исходит Приятная Доброжелательная аура Вам уже хорошо То есть если люди Которые там работают Стараются сделать так Чтобы вам было Там весело И удобно То как бы Так оно и будет То есть все Все эти совокупности Не может быть И столько хорошей Да Но там нет Атмосферы Нет людей Которые работают То это уже не получится То есть чего-то одного Нет Это совокупность Многих компонентов Смотрите Мы приходим Опять к тому Что все-таки Во главе Очень многих Процессов Ну или по крайней мере Если не во главе То неотъемлемой То неотъемлемой частью Являются отношения Вот отношения Между людьми Людям для Ощущения Счастья Для ощущения Какого-то Комфорта Все-таки Нужен другой человек Мы нужны Друг другу И вот я сейчас Часто думаю О том И в журнале Мы тоже пишем Об этом О том Что вот Такое вот Механическое Разделение Нас на карантине И вот эта вот Самоизоляция Она людей Угнетает Не потому Что они может быть Очень сильно боятся Этого вируса Да Или Их обуревает Какие-то страшные мысли О том Что же будет Да Когда вот Мы выйдем Ой боже мой Эпоха постапокалипсиса Месяц два Три Что будет Это Еще Изоляция Которая Угнетает человека Из-за того Что он Вырван То есть Вот Изоляция На самом деле Это же наказание И мы тоже Много Написали статей О том Как себя Каким-то образом Собирать Именно психологически Если Человек Остался в квартире Один Ну нет семьи Человек привык жить один Но он же тем не менее Все равно Всегда выходил В социум Да Это была офисная работа Это были друзья Коллеги Там и так далее Вот У семьи Запертой В изоляции Тоже свои фишки Потому что Когда люди Очень долго Знаете Сейчас В инстаграме В фейсбуке Везде гуляют Такие смешные Картиночки И анекдоты Типа того Что Мужчина На пятый день Самоизоляции Понял Боже мой Оказывается Моя жена Это довольно прикольная Женщина Весело И интересно То есть Люди вдруг Начинают Узнавать О себе Что-то новое Что-то необычное И находясь Допустим Вот Уже Две Три Четыре Недели В разных странах По-разному Где-то уже Полтора месяца В этом карантине Очень много Открывается И открывается Всякого И хорошего И разного Другого И в этом Случае Очень важно Понимать Что это Особое Обстоятельство Которые Дай Бог Никогда Не повторятся И эти Обстоятельства Нужно По возможности Использовать Ну себе Во благо Творчески То есть Не срывать На близких Все свои Негативные Эмоции А понимать Что они могут Поступать Точно так же Стало быть Относиться Друг к другу Более бережно Присмотреться К тому А что собственно За человек С которым Ты встречался Утром час И вечером Два часа А теперь Двадцать четыре часа Вы вместе И Психологи Которые сейчас Тоже очень востребованы Ну тоже К сожалению Онлайн Потому что Ну обстоятельства Диктуют Говорят о том Что Даже если Сейчас люди Еще притираются К этим новым Обстоятельствам То потом Будет целый Бум Обращений К специалистам Людей Которые Начнут Думать О том Как им Пережить Этот кризис Да И чего Будет больше Вот сейчас Тоже много Шуток На эту тему Разводов Или рожденных Детей Через девять Месяцев По сути Делаем Пятьдесят На пятьдесят Наверное Будет и то и другое Ну кстати У нас Вот с утра Был тюремный капеллан В эфире Который тоже В принципе Вот как раз таки Проводил параллели Он же про изоляцию Да Говорил про изоляцию Да То есть вот Мы говорили о том Как этот опыт В принципе Ну соотносится С тем Что Сейчас мы переживаем Ну ведь изоляция Это вот то Что я сказала Это и на самом деле Правда Это же наказание В первую очередь Да А потом Это уже творческая Какая-то атмосфера И творческое приспособление Но если отойти От того Что это наказание Ну просто признать Что вот такой внешний факт Так произошло Так случилось Мы невольны Каким-то образом Это изменить То после этого Наступают Как раз таки Эпоха вот этого Вот творческого Приспособления Окей Мы не можем Это изменить Да действительно Но мы можем Вот попробовать Что-то вместе Делать такое Чего мы никогда Не делали раньше И еще надо Все-таки признать Тот факт Что неожиданно Свалившиеся Тяжелые обстоятельства Всегда пробуждают В нас Новые механизмы Приспособления Стало быть Какая-то Я думаю Фантазия Обязательно Воплотиться Любая Какая бы она ни была То ли это будет Время провождения С детьми То ли совместное Приготовление То ли совместное Обучение То ли там Я не знаю Люди затеят Ремонт Или Как вот сейчас Я тоже где-то читала В дамских группах О том Что прогнозируются Этим летом Самые ухоженные Садовые участки Самые красивые Клумбы Во все времена Самые подстриженные Изгороди Идеально Побеленные Деревья И так далее Это тоже здорово То есть это Одно из творческих Приспособлений Люди будут Украшать То малое Что им доступно Скажем Свой дом Свой участок Свой газончик Свою клумбочку Свой клочок земли Это тоже хорошо Тоже большое Наверное Ну да Ох Елена Скажите А вот К вам приходят ли Например Люди Одинокие клиенты То есть Вот мы всегда Когда мы говорим Про ресторан Обычно Кажется Что приходит пара Там семья А вот если приходит Один человек Это часто Такое случается Ну это конечно Происходит намного реже Но да У нас есть Клиенты Есть которые Постоянные Которые приходят Именно одни Им нравится Наслаждаться едой В одиночестве Кто-то приходит И работает Да Как бы И еще Обедает Или ужинает Ну таких конечно Меньшинство Но они есть То есть Получается Что это Чаще всего Люди Которые А у вас можно И работать То есть получается Ну да То есть если человек Водрузит Ноутбук На стол Ему замечания Делать не будут И косо не посмотрят Нет конечно Угу Здорово Ну это такие Люди Действительно Про которых я говорила Если человек Вполне доволен Своим одиноким статусом Ну вот он Один и один С другой стороны Выйти в люди Ну во внешний мир Ну по крайней мере Сходить В ресторан Чтобы за тобой Поухаживали Чтобы как Лена Правильно сказала Ты пришел Ни о чем не думаешь Ты выбираешь еду Ты наслаждаешься Вкусом еды Но ты не думаешь О том Что там Приборы Тарелки Поставить Убрать А вокруг красота Растения Красивые Интерьер Вид из окна Ну это же приятно В любом случае Очень приятно Конечно же Существует ли Например Дресс-код Ресторана То есть Я помню Ведь тоже Не только швейцаров Которые стояли Но там Не пускали в рестораны Без галстука Мужчин Там были Разные времена А в наше время Кстати Это в принципе Еще актуально Или Я думаю Что это актуально Во все времена Конечно Сейчас уже нет Такого придирчивого Дресс-кода Как было раньше Опять-таки Все зависит от ресторана То есть Вы идете Файн-дайнинг Семейный Или Мишелиновский Мишелиновский Уже сам подозревает Что вы идете На представление То есть Точно так же Как и в театр В театр и сейчас Приходят в джинсах И в спортивном костюме Но это не значит Что это нужно делать У нас конечно Тоже есть Определенный Дресс-код Но совсем уже В шлепках И плавательных Плавках Есть и такие Кто приходит Мы все-таки Говорим о том Что к сожалению Мы не можем Их пустить Потому что люди Пришли в ресторан Насладиться Всей этой красотой Что мы предлагаем Атмосферой Это все-таки Ну Немножко ее портит Поэтому Но тут зависит Больше от человека Все-таки Ты понимаешь Ой Что-то пропало Гена пропала Конечно Нету Раньше и в клубы В кроссовках Не пускали А сейчас Кроссовки Это самый Тренд И молодежь Может только Кроссовки Да А кроссовки Сейчас и с вечерними Платьями надевают Это вполне себе Модно и актуально Считается Все меняется Конечно Ну вот Совсем Если в купальнике Придут Но мы все-таки Попросим одеться У нас есть звонок Здравствуйте Добрый день Доброе утро А я по поводу Бресс-кода Был когда-то На месте гостиницы Латвия Ресторан Москва Туда не пускали Годы моего детства Без чулок И вот мама с соседкой С мужьями Пошли туда Но было летом Жарко А швейцарь был Послеповатый Они взяли на ногах Сзади Карандашом Нарисовали Якобы швы Так повернулись К нему Вроде он видит Чулки со швами Он их пропустил Вот такая Красная история Спасибо за историю Прекрасное воспоминание Как это мило Чулки и швы Да А еще наверное Есть такое предубеждение Что самые вкусные блюда Готовятся из самых дорогих продуктов Вот можно ли что-то Невероятно вкусное сделать Из самых Обычных Таких вот Не знаю там Картофель Капуста Свекла Я думаю что Из любого продукта Главное чтобы он был качественен Можно приготовить Очень вкусное блюдо Как мы поняли Из той же обыкновенной Простой гречки Есть сколько там Более 20 рецептов Включая даже десерт От супа до десерта Да Так что из любого продукта Это можно сделать И главное Умение Знание И определенная фантазия Лена скажите А какое блюдо В вашем ресторане Является Самым необычным Ну вот таким шоу На которое Скажем Приходят гости Про которое Вот все знают О вот А вот в аквалуне Есть вот То-то и то-то Вот это что Такого как шоу У нас нету Да То есть мы отличаемся Постоянным качеством То есть у нас Повторюсь уже Много раз говорила У нас есть наш Замечательный салат Из утки Абсолютно ничего Такого сложного Но он у нас С самого открытия Люди его любят И до сих пор Приезжает Именно на него То есть Не обязательно должно быть шоу Должно быть Вкусный Качественный продукт И постоянное качество То есть конечно То есть что сейчас Не совсем так актуально Да В наше тяжелое время Это наши креветки И морские продукты Что Которые пользовались Большой популярностью У любителей Да То есть Также у нас есть Обыкновенные простые У нас есть там Кроличек-ракеты Да Которые пользуются Опять-таки Популярностью У детей И людей Более старшего возраста Которым Такие как Хальмары Или осьминоги Ну не очень Не очень понятны Близкие эти продукты И не совсем понятно Как их кушать И им нравится Что-то более Простое Поэтому То что касается Еды Напитков Вина То есть нету Каких-то правильных Или неправильных Или каких-то Специальных Или особенных Есть то что вам нравится То что вам Подходит по вкусу Поэтому Поэтому как я уже Тоже много раз Говорила У нас есть Многообразие Наших замечательных Ресторанов В Риге Потому что Каждый шеф-повар Привносит Что-то свое И соответственно Вы выбираете Для себя Что нравится вам Поэтому приходя В этот ресторан Вы приходите К шеф-повару На его Какое-то Конкретное Любимое блюдо Я тут вижу В журнале Люблю Как приманить Мужа к плите Тут целый прямо Материал Кто должен Готовить Синьепова Видите, Лену Мы умеем Заинтересовать Женскую аудиторию Все-таки Но мне в этом плане Повезло У меня муж Прекрасно готовит И в принципе Последнее время Готовит даже больше Чем я Поэтому Вот оно Женское счастье Все прекрасно А вообще Все-таки Вот шеф-повара Это мужчины Или женщины Да, вот давайте На эту тему Такую Сложную поговорим Я бы не делила По гендерным особенностям Есть шикарный И прекрасный И у нас Непосредственно Наш шеф-повар Мадера Батарага Тоже Женщина То есть их много И мировых есть Просто Не нужно забывать Что Труд шеф-повара Очень тяжелый Это очень много Часов на ногах Это Стояние Горячей Раскаленной Плиты То есть Поэтому Может быть Традиционно Это более Мужская профессия Потому что Она далеко Нелегкая Но чтобы Поделить Сказать что Лучшие повара Мужчины Или женщины Я не могу Лена Что уронил Там сгорело Тут Выкипело Ну я не знаю У меня опыт Только Смотрение сериала Кухня Честно говоря Другого опыта У меня нет Никакого Ну вот еще Старший сын У меня В прошлом году Летом Подрабатывал На кухне Одного тоже Крупного ресторана Юрмальского И он приходил С огромными глазами Рассказывал потом Мама Это как в операционной Там так все сложно То есть ребенок Был в восторге В абсолютном От всего происходящего Это Прям Впечатляет Как шоу Но Я вот Поскольку Начала свой вопрос Вот с этими Качествами Скажите Лена Когда Человек Выбирает Эту профессию Он Должен Отталкиваться От Как вам кажется От каких Собственных Качеств То есть я организатор Или я люблю готовить Вот Что может Направить Если человек Думает Не пойти ли мне Поваром Работать Ну в первую очередь Он должен любить Готовить И даже не просто Любить Это должна быть Его страсть Да Соответственно Получится у него Быть шеф-повар Лет Пока же только время Да То есть как и любой Руководитель И как стили руководства Они бывают разные Да То есть есть вот Как Гордон Рамзи Тоталитарный Авторитарный Еще и рукоприкладство Принимает Да И есть тот же знаменитый Джейми Оливер Который милый И позитивный То есть каждый под себя И подбирает команду И соответственно Ведет ее К успеху То есть А поскольку руководителям Всегда быть сложно Поэтому и для того Чтобы стать шеф-поваром Нужно обладать множеством Различных качеств Для того Чтобы им стать И есть например Те которые смогут остаться Только в су-шефах И к сожалению Вот там Шеф-повара Никогда не перейти Поэтому даже Наша Мадора Шеф-повар Она изначально Вообще училась На Журналиста И то есть В какой-то момент Она поняла Что это не ее И она хочет Пойти на повара Причем Вся семья ее Отговаривала Говорила что это просто Какое-то безумное решение Но вот я рада Что она все-таки Передумала Пошла в школу Отучилась И стала прекрасным Шеф-поваром Как здорово Вы знаете Лена Я вот что еще думаю Почему у меня Этот вопрос возник Что этот кризис Очень многих людей Переориентирует Как мне кажется И мой прогноз Состоит в том Что сейчас люди После вот этого Кризиса довольно серьезного Который накрыл всю планету Будут думать О профессиях Связанных С очень какими-то Конкретными Нуждами людей То есть Одно дело Быть модным блогером И вещать Так сказать В мир И вести людей За собой Но в какие-то Сложные кризисные моменты Оставаться Ну Непонятно С чем и как И совсем другое дело Это профессии В основе которых Лежит ремесло Вот мне кажется Поварское искусство Это одна из тех профессий В основе которой Решит ремесло Которое всегда Востребовано людьми В любые периоды В периоды Тихой спокойной Комфортной жизни И в период Каких-то серьезных Кризисов Это как раз Я вспоминаю Великая Депрессия В Америке И кто-то из знаменитых Американцев Говорил Что им Отец Или дед Говорил ему Держись Всегда Еды То есть Тогда ты не пропадешь Людям Всегда нужно есть Людям Всегда нужно есть Совершенно верно Так что Вполне может быть Что на этой волне Лен Может быть И в вашей отрасли Будут происходить Какие-то Ну всплески Такие сейчас Серьезные Творческие Вот Как вам кажется Есть такая Ну наша отрасль Конечно Очень серьезно Пострадала Мы одни из первых Как и гостиницы И туристические агентства Почувствовали Вообще это на себе Потому что Если кто-то еще Не совсем понимал То есть у нас Поток гостей Прекратился сразу Равно как и туристов Которые составляют Тоже половину От наших гостей Поэтому Конечно Все будут изменяться И после кризиса Будет все по-другому Вопрос в том Кто сможет перестроиться Переориентироваться Даже мы сейчас Планируем Что даже Вот на время кризиса Сейчас И после него То есть мы будем Сокращать меню Мы будем его упрощать Для того чтобы Для этого требовалось Меньшее количество работников Более быстрая отдача И все остальное Поэтому все будут Сейчас пересматривать Свой вид работы То как мы это делаем И мы преподаем Да Как бы преподносим людям То что есть Время для творчества И как раз Посмотреть и подумать Посмотреть на это С другой стороны Как это можно Видоизменить И улучшить Это да Ну я думаю Что будет много Интересных Новых каких-то Проектов Которые будут Связаны с едой Но это будет Не совсем ресторан Ну что же Желаем вам удачи Желаем вам удачи Мы с вами И придем Как только будет Возможность И всех еще раз призываем Пожалуйста Заказывайте Праздничные обеды У прекрасной Лены Кашиной В ресторане Аквалуна Лена Всего вам хорошего Всего доброго До свидания И вам тоже Спасибо До свидания Это была программа Люблю лайв И ее провели Инна Авина И Олег Пеков Всего доброго До свидания